Приветствую всех! Продолжаю серию видео. И сегодня я записываю видео, которое можно было бы назвать главным секретом общения с людьми, потому что мы сегодня поговорим с вами именно об аутентичном слушании, где вам не надо будет ничего изображать, поддакивать, не нужно будет делать каких-то глупых телодвижений, чтобы создать впечатление о слушании, о вашей усилии интеллектуальной. Вы направите на то, чтобы произошло то, что необходимо для того, чтобы люди оказались, скажем так, в одной и той же реальности, в которой действительно есть шанс о чем-то договориться. Я особенно рекомендую вам не отключаться и посмотреть на то, от чего зависит, наверное, все 100% любого общения. Я в своем разговоре буду опираться на материалы работы Вернера Эрхарда. На курс Вернера Эрхарда «Being a Leader» мы вместе с еще 20 русскоговорящими участниками едем в октябре 2019 года. В открытом формате и с русскоязычным синхронным переводом курс пройдет в последний раз в этом году. Если имя Вернера Эрхарда и трансформационное обучение вам о чем-то говорит, вы видите для себя в этом ценность, переходите по ссылке в описании, смотрите, возможно, вы еще и успеете подключиться к нам. Должна сказать сразу, что слушание, то, как, то, можно сказать, чем мы слушаем своего собеседника, определяет все то, кем мы являемся в этой коммуникации. Прежде чем перейдем к аутентичному слушанию, очень важно знать, что мы, как человеческие существа, устроены таким образом, что уже всегда в нашем слушании находится масса всего. Вернер когда-то обозвал вот это вот то, чем, то, через что мы слушаем, таким экраном с быстро движущимися частицами. Когда мы слушаем человека, когда мы слушаем подслушанием, я имею в виду, также и чтение, например, книг или каких-то материалов, восприятие какой-то информации, любой, мы воспринимаем это через фильтр того, что мы думаем. Это правда или неправда? Я согласен или я не согласен? Это стоит мое внимание или не стоит мое внимание? Мне это чем-то будет полезно? Что мне с этого? Могу ли я этому доверять? И так далее, и так далее, и так далее. То есть я сейчас проговорил какие-то наиболее универсальные вещи, которые присущи нам всем, но если мы возьмем индивидуальные ситуации, отношения, конкретные разговоры, то в конкретной ситуации в вашем слушании вы различите еще массу всего. То есть такой определенный контекст уже, да, восприятие какого-то человека. Когда подходит ребенок, например, я могу сказать, что в моем слушании часто возникает, давай быстрее, что опять, что такое, да, у меня сейчас нет времени, а ты меня отвлекаешь. Значит, взаимодействие с человеком, о котором у меня есть стойкое, стойкое, уже всегда присутствующее, уже всегда присутствующее мнение, я в моем слушании уже будет лежать масса всего. Ты опять что-то придумываешь, или там опять сейчас что-то, на что придется реагировать, или что ты мне опять пытаешься предложить. В каждой индивидуальной ситуации еще масса каких-то оттенков того, что уже всегда лежит в нашем слушании. Я не говорю о том, что это плохо, и я также не говорю о том, что от этого можно избавиться. Я приглашаю вас лишь к тому, чтобы увидеть это в своем личном опыте, в своем личном слушании, чтобы свой фокус внимания переместить туда. Когда вы ведете беседу, когда вы слушаете другого человека, поотмечать, что возникает в вашем уже всегда слушании, и кем вы уже всегда являетесь, слушая конкретного человека. Это такая, можно сказать, чудесная игра, которая дает вам опять же выбор вестись вот на это, то, что автоматически возникает у вас, как просто автоматическая реакция мозга, исходить из этого в вашем общении с человеком, или дать себе выбор, отложить это в сторону, расчистить так называемое пространство вашей коммуникации и дать произойти тому, что вряд ли произойдет при автоматическом уже всегда слушании. Значит, поиграв вот в эту игру, посадив перед собой человека, желательно того, о котором вам уже все давно ясно, в разговоре с которым вы всегда уже знаете, что он вам сейчас скажет. Возможно, поговорите с человеком, с которым вы знаете, что у вас очень разные позиции на какие-то вещи, с которым у вас, возможно, даже какой-то сейчас существует, как это принято называть, конфликт. И просто послушайте. Да, просто сядьте выпить вместе кофе, или там, не знаю, придумайте какой угодно контекст, в котором вы просто будете слушателем. Подслеживайте, что у вас лежит в уже всегда слушании этого человека. Он, кстати, может начать с меня сейчас. Вот все, что я дальше буду говорить, у вас, возможно, тоже уже будет уже всегда слушание в отношении вообще любого человека, который вещает, что-то на ютьюбе, что он туда полез, откуда она все это знает, что она мне впаривает вообще. Да, вот эта вот установка, мне пытаются что-то продать, со мной манипулируют. Это тоже очень типичные вещи и довольно-таки универсальные вещи. Поиграйте в это, поэкспериментируйте с этим, ощутите ту свободу, которая вообще для вас возможна. Если у вас есть эта дистинкция, уже всегда слушание, и если вы видите, на что вы можете обращать внимание в разговоре, слушая человека. Увидев, различив то, что уже всегда слушание характерно для любого человека, вне зависимости от того, где он родился, сколько лет прожил, чем занимается и как он образован, мы можем начать практиковать аутентичное слушание. Я напомню, что, пытаясь договориться с человеком о чем-то, создавая какую-то общую новую возможность, направляясь с ним в какое-то будущее, для того, чтобы что-то произошло, нам важно быть в какой-то одной реальности с этим человеком. Аутентичное слушание предполагает, что вы слушаете человека, создавая для него пространство и вращая себя в пространство, в котором воссоздается та реальность, в которой сейчас находится этот человек. Вы слушаете этого человека не с позиции, а как это для него, не пропуская то, что он говорит, без фильтра своего согласия, несогласия, своей позиции, своего отношения к этому человеку, не думая о том, почему он говорит это именно так, именно вам, не экстраполируя никакого смысла, не делая никаких выводов из того, что он сейчас говорит. Вы, понимая, что все это будет вам свойственно, откладывайте это в сторону, ставите, так сказать, себя на паузу. и превращаетесь в то пространство, в котором вы воссоздаёте ту реальность, ту самую одну единственную реальность, в которой находится человек, который с вами сейчас говорит. Воссоздаёте для себя ту реальность, в которой сейчас находится он. Это я тоже предлагаю начать практиковать, вот прям в следующем разговоре, который у вас состоится, отслеживая всё, что с вами происходит, отслеживая всё, что в вашем слушании возникает, не ругая себя за это, не придерживаясь того, что должно быть не так, а вот у меня тут это всё возникает, отслеживая, откладывая, расчищая, превращая себя в это самое пространство, в котором воссоздастся та реальность для вас, в которой находится этот человек. Что может быть барьером в аутентичном слушании? Может показаться, что аутентичное слушание такая интересная вещь, говорят, что оно может творить чудеса, но если вы подходите к разговору с человеком, к слушанию человека, как вот, что сейчас я его аутентично послушаю и произойдёт вот это, возможно, это не будет аутентичным слушанием. В вашем намерении должна быть одна единственная вещь. В вашем единственном намерении в аутентичном слушании будет воссоздать для себя, вот здесь, где я нахожусь, ту реальность, в которой находится этот человек. И воссоздать её не как его или её реальность, воссоздать её как ту самую единственную реальность. Это единственная приверженность, которую вы себе ставите перед тем, как вы собираетесь послушать человека. Всё остальное будет сбивать вас с пути, всё остальное уже не будет аутентичным слушанием. То есть само вот это слушание и будет вашей приверженностью в этой коммуникации. Посмотрите в своём опыте сначала на то, что уже всегда лежит в вашем слушании. Поотмечайте, позамечайте это, поиграйте, посмейтесь над этим. и поставьте себе задачу научиться становиться тем пространством, в котором воссоздаётся реальность того человека, который с вами говорит, в котором для вас она становится единственной реальностью, в которой вы существуете. И посмотрите, что возможно. Посмотрите, на какой уровень коммуникации вам удастся выйти с другими людьми. Вне зависимости от ваших отношений, вне зависимости от всего, что существует, прежде чем вы начинаете общаться. В качестве эксперимента. Я благодарю вас за то, что вы меня послушали, потратили ваше внимание и время. Приглашаю вас отмечать это всё в своём опыте, извлекать для себя максимальную ценность и делиться в комментариях, если у вас возникают какие-то вопросы. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, взаимодействуйте с моим видео. И если вам интересно продолжить разговор, подписывайтесь, включите себе возможность уведомлений. И надеюсь, увидите вас здесь в следующий раз. Всем пока.